МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Следователи продолжают выяснять детали страшного преступления в Звенигороде. Бытовой конфликт обернулся убийством. Подозреваемый задержан. Городской суд сегодня должен избрать меру пресечения местному жителю, обвиняемому в убийстве соседа. Во дворе одного из домов. Его облаяла маленькая собака, которую выгуливала супружеская пара. Мужчина сначала вступил в перепалку с хозяйкой и ударил ее. А после за женщину вступился муж, набросился на него с ножом. Все подробности в репортаже Дениса Восковского. Он уже ложился на лавку и был весь в крови. По дню была лужа крови. Скоротечный конфликт записала камера наблюдения. Вот прохожий, миновав скамейку, на которой сидят двое, резко разворачивается и начинает словесную перепалку. Бьет женщину, она буквально отлетает на припаркованный автомобиль, а затем начинает наносить удары ее спутнику, после чего убегает. Избитый поднимается, но через несколько секунд опять падает. То, что нападавший орудовал не просто кулаком, а ножом, стало понятно, когда приехала полиция. И испуганные очевидцы решились подойти ближе. Страшно, да? Страшно. Да, мы все в шоке. Очень страшно. Такая ситуация, что произошла. Да, дети гуляют, пятница, вечер. Такая ситуация. Могли оказаться рядом. Да мы были рядом. Нам удалось найти свидетеля, который находился ближе всех к месту происшествия. По словам Расула Умарова, нож был в руке нападавшего уже в самом начале потасовки. Нож на готове получил. Да, из кармана. И раз, два, три. Не меньше пяти ударов. Мужчина скончался от потери крови. Убийца попытался скрыться. Забежал в этот подъезд с ножом. И он весь крови был. Он жил здесь же. В субботу вечером 44-летний Михаил Сейбанов вышел из дома и прошел по двору метров двадцать. Возле первого подъезда его облаял Чихуахуа, которого выгуливали Юлия с мужем. На видеозаписи в правом нижнем углу можно разглядеть крошечную собачку. Она на него гахнула. Он вырыгнулся. Я ему сказала, что он сам такой. Я уже ничего не помню, что он говорил, но он меня оттолкнул. Естественно, муж вступил за меня. Ага. Уже потом у следователя Юля вспомнила, что прохожий, устроивший истерику и затявкание декоративной собачки, сразу показался подозрительным. Глаза стеклянные, на выкате, бессвязная речь. Он не пьяный был, скорее всего, под какими-то веществами. Странности в поведении Сейбанова заметили и другие свидетели. Он был пожар котой. Хотя прежде ничего такого вроде не замечали. Двое детей, собака и кошки. Скандалит часто, но с кем не бывает. Ну, придурок. Видно, что вообще придурок. Собачка у них. У них собачка была, и только он избивал ее. Свою собаку? По поводу Ага. По словам соседей Сейбанова, и его жертва лично знакомы не были. Виделись несколько раз во дворе. И все. С собакой как бы лаял. Ну, лайкнул. И что сейчас, доставать нож как бы и резать. Так же выходим с собакой. Гуляем. Сидите на этой желании. Да, да. Полицейские задержали Михаила Сейбанова по горячим следам. Сегодня суд должен избрать ему меру пресечения. Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия. Изъяты смылы, следы, предметы, в том числе нож, орудие убийства. Назначено проведение ряда экспертиз и допрошены свидетели. В ближайшее время следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. В любом случае, все обстоятельства предстоит выяснить и изучить в ходе следствия. Уголовное дело возбуждено по статье убийства. Денис Восковский, Екатерина Черышева, Дмитрий Шестухин, Олег Добин. Вести.